Эта встреча получилась скорее не приемом, а открытым разговором неравнодушных людей. Тех, кто кроме развития своих профессиональных амбиций желает развивать родной город и край. Молодые предприниматели региона инициативны. Этот заместитель председателя Брестского облсполкома Геннадий Борисюк отмечал неоднократно. И это важно, ведь только активная гражданская позиция позволяет преодолевать любые трудности на пути и идти к заданной цели уверенными шагами. У них есть желание и возможность делиться с людьми. Многие из них поддерживают различные проекты по своим направлениям, туристическим, спортивным, социальным. И каждый из них занимается благотворительностью. И чем больше таких молодых людей, успешных людей в своем направлении будет, которые будут мыслить не только с точки зрения экономических категорий, что нужно где-то заработать, получить какую-то прибыль, но и отдать это людям, поддержать людей, поддержать какие-то социальные проекты, вложить свою душу в город. И тогда этот город будет не просто олицетворением какой-то абстрактным, а это будет город с душой. За круглым столом около десятка молодых бизнесменов. Все они представители Совета развития молодежного предпринимательства Брестской области. Такие разные и такие активные в одной большой организации они находят общие точки роста и возможности для сотрудничества. А еще молодежь – это новые идеи и планы, новые смелые проекты инициативы. Все то, что нужно для динамичного развития государства. Когда, скажем, вливается в совет молодой сегмент, как вы говорите, предпринимателей, то, безусловно, первично мы ставим свою задачу именно обучить их, рассказать им про направление деятельности и даже, скажем, сконтактировать с коллегами, которые, возможно, их направят на дальнейшее развитие, более успешное, чем они могли бы себе представить. Конечно же, мы всячески поддерживаем молодой сегмент предпринимательства и хотим, чтобы они больше развивались. И очень приятно, когда предприниматели, именно образовалась уже когорта предпринимателей, которые принимают активное участие в общественной жизни и, соответственно, не только думают о себе, скажем, о своих семьях, но и думают о стране, о государстве. Это очень приятно. Кульминационным торжественным моментом стало вручение грамоты благодарностей. За каждым реализованным проектом стоят не только креатив, инициативность, творчество, но и искреннее желание быть полезным другим, жажда открытия нового. И очень важно, чтобы этот потенциал был реализован в полной мере. «Направление выбрано не случайно. Меня когда-то позвали на сплав по реке Бук. Мне очень понравилась эта идея. Ну, это развлечение, это отдых. Я не считаю, что это работа, я не считаю, что это трудно, поэтому мне интересно. И тем более, когда инициатива не остается незамеченной, всегда приятно. Я хочу сказать, что со стороны и городских, и областных властей мы всячески это будем поддерживать, потому что это очень хорошее начинание, когда в эти решения различных социальных проблем вовлекаются наши молодые успешные бизнесмены, которые искренне готовы помочь». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Двордбук в ночь, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.